В эфире жнедельное обозрение Тюменская арена. В студии Ван Лобов. Здравствуйте! О тех, кто в нашем регионе стремится быть быстрее, выше, сильнее других, расскажем в ближайшие полчаса. Сегодня в программе. Нас мало, но мы в тельняшках. Конечно, вряд ли игроки хоккейного рубина носят полосатые морские майки, но то, что одолеть их, дело выполнения которого граничит с чем-то невозможным, убедились уже четыре клуба высшей лиги. Хуже некуда. Даже поражение от дублеров футбольного клуба Уфа вряд ли выглядело бы хуже, чем такая ничья. ФК Тюмень будто бы мало того, что с команды снимают турнирные баллы. Теперь она опускает их в матчах с аутсайдерами. Принцесса, студентка, чемпионка. Минская спортсменка продемонстрировала всем на континенте, что такое муай-тай по-сибирски. ГТО в Тюмени София, подвижная девочка, любит спорт. В первом классе получила бронзовый знак отличия. Теперь я хочу получить золотой знак, а ты? Подтянись к движению, получи свой знак отличия. Со стопроцентным показателем в рамках стартовавшего чемпионата ВХЛ завершили первое выездное турне хоккеисты Рубина. Сибиряки одолели три команды из Казахстана, а на десерт увезли два очка из Новокузнецка, чем явно удивили спортивную общественность. Конечно, подопечные Михаила Звягина начинают сезон в ранге финалистов прошлогоднего Кубка Владимира Петрова. Однако большой вопрос, найдется ли хотя бы еще одна команда в лиге, которая сможет, как и тюменцы, пройти этот маршрут без потери. После побед над Серарко и Намадом Рубиновы в Усть-Каменогорске одолели местная торпеда. И вновь тон задавала тройка Дениса Ячменева с Денисом Давыдовым и Вадимом Кравченко. Последний и открыл счет. К этому моменту команды отыграли 25 с лишним минут. Вторую шайбу Рубиновы и забросили на старте третьего периода. Отличился защитник Евгений Петриков после того, как Ячменев блестяще выиграл вбрасывание. По началу первых два периода, это, наверное, игровой тонус. Все равно у нас период был большой, 9 дней. Раскочегарится. Ребята никак не могли. Когда начали проигрывать, уже там более-менее пошла работа, которую, в общем-то, мы им стремимся, доказываем. Пускай это называют навалом, там еще что-то, но хотя бы была какая-то агрессия со стороны, может быть, наших нападающих. Хозяева складывать оружие не собирались. На 50-й минуте ворота Рубина распечатал Кимур Таратунин. Однако сибиряки не позволили сопернику перехватить инициативу. Даже в концовке матча, оставшись вчетвером против шести полевых игроков Торпедо, они действовали хладнокровно и сохранили победный счет. Владели преимуществом, но вот это где-то и расслабляет. Это плохо, это плохо, очень плохо. Но учимся, учимся, в общем-то, новая команда, учимся. С одной стороны, может, даже и хорошо, что Торпедо забила шайбу, в общем-то, и порепетировали, как говорится, и игру на удержание. И четыре на шесть, в общем-то. Все это в копилку команде. Четвертую победу к ряду сибиряки одержали во встрече с Миталургом. Первый сухарь в сезоне оформил голкипер Егор Назаров. Ни три периода основного времени, ни овертайм заброшенных шайб не принесли. Да, мы взяли одну очко. Кого-то в чем-то упрекнуть невозможно. Можно поговорить и тактические схемы, и желания, и все о чем. Но если мы не будем реализовывать такие моменты, которые были у нас, грош нам цена о нашем нападении. Оппонентов рассудила серия буллитов. Она включила в себя 24 броска. У Рубина две попытки из трех реализовал Семен Иванов. Одну, начинавший серию капитан Денис Ичменев. Был близок к успеху и Роман Горбунов. Но вратарь кузни Андрей Литвинов совершил немыслимый по исполнению сейв, который наверняка войдет в топ лучших спасений сезона. Ну, ее не было в воротах, она ему за шиворот упала, как бы, и он с ней не заехал. То есть это, не знаю, лучше забивать чистые головы, чтобы даже не надо было смотреть, чем такие. При счете 3-3 наступила развязка действа. Победу Тюменскому клубу принес хладнокровный гусар Денис Давыдов. Приятно играть, конечно, всегда на Кузнецке. Очень любят хоккей. Да, голов не было, но все остальное присутствовало. И комбинации, и атаки, и сейвы сумасшедших вратарей. Безусловно, мы довольны этим тяжелым выездом. Очень тяжелый выезд для нас и тем количеством очков, которые мы набрали. Сегодня летим домой. Все же победы. Конечно, подустали. Выезд тяжелый был. Но мы справились с ним, выиграли все игры. Сейчас готовимся, восстанавливаемся, готовимся к домашней серии. Она будет такая же непростая, как и выезд. Теперь Рубину предстоит порадовать домашние трибуны. По крайней мере, будем на это надеяться. С 17 по 23 сентября тюменцы проведут 4 матча при своих болельщиках. Первыми в гости к ним пожалуют хоккеисты Пермского молота, в котором сейчас значится не только полсостава прошлогодней Рязани, но еще и капитанец, бывший вожак сибиряков Станислав Тунхузин. Психологически, вы знаете, мы же сыграли домашний турнир. Мы его забыли, вышли и сыграли серию по-другому совершенно. Сейчас наша задача также забыть эту серию, выходить из чистого листа, начинать новую домашнюю серию, новые четыре игры, в которых также нужно в каждый матч настраиваться только на победу. Ничья равная поражению. Таков краткий итог встречи в рамках первенства ПФЛ между футбольным клубом Тюмень и Уфой-2. Сибиряки, которым и так после снятия 6 баллов нельзя терять очки, дома умудрились разойтись миром с последней командой лиги. Как результат, наставник хозяев Горан Олексич подал в отставку на следующий день после матча. О последних словах специалиста в качестве главного тренера черно-белых вспоминаем прямо сейчас. Ну, без оправдания, за меня, за команду, думаю. Первый тайм, а второй, конечно, там пошла такая игра туда-сюда. Моменты были, не забыли. Они тоже создали какие-то моменты, пропустили на последние секунды буквально, без оправдания и за меня как главного тренера, и за всю команду. Искать крайних нет необходимости. В таких ситуациях ответственность за результаты в равной степени несет как тренерский штаб, так и практически каждый игрок. Но сербский специалист весь удар взял на себя. Покинуть занимаемый пост его никто не склонял. Однако Олексич решил, что у него, ЕФК Тюмень, дороги расходятся. Матч стал сплошной злой шуткой, начиная с первого забитого мяча, который гости услужливо отправили в собственные ворота в безобидной ситуации. Видимо, сибиряки посчитали, что аутсайдер дивизиона и дальше будет обстреливать свои владения. На следующий результативный удар представители Башкирии нанесли уже из пределов чужой штрафной. Руслан Хазиев откликнулся на подачу углового. Ну, с нашей стороны много, мы слишком даем возможности. Командам соперников позволяем создавать моменты около своих ворот. Конечно, обидно, что не забиваем свои моменты. Но прежде всего хотелось бы сзади наладить. Ну, пока поскольку постольку. Черно-белые досадные пробоины будто не заметили. И вскоре вполне буднично вновь повели в счете. Александр Субботин не без помощи рикошета зажег свою фамилию на табло стадиона. Однако для победы этого не хватило. Естественно, мы все имеем в виду победу. Хотим этого, но надо понимать реалии сегодняшнего состояния наших футболистов, состояния соперника. Поэтому главная задача – все, что мы умеем, постараться проявить на поле. Все. Результат второстепенен для нас. Принимая во внимание, что пресловутого результата гости в итоге добились, становится только горче. Сюжет встречи во втором тайме настолько был пропитан шаблонами, что придать ему новизны не смог бы и Джордж Мартин. Хозяева сделали из голкипера уфимцев Льва Яшина. Глеб Ефимов чуть ли не парил по всей площади ворот. Да и сами тюменцы били мимо из лакомых позиций. Упустив массу моментов, на последней добавленной минуте впору было вспоминать Блока. Но не ночью улицу фонарь-аптеку, а стандарт угловой навес и гол. 2-2, ничья, которая стоила сибирякам не только двух баллов, но и перестановок во главе тренерского штаба. Понятно, что у всей команды опустошения, у тренерского штаба то же самое. И мы зашли просто, как бы тишина, все поникшие понимают, что, не знаю, то ли мы так наиграли, то ли, возможно, где-то не повезло, да, можно так сказать. Но результат для нас печальный, плачевный данный. К следующим встречам Тюмень будет готовить местный специалист Вячеслав Афонин. В календаре у черно-белых значатся два выездных поединка подряд. Первый из них команда проводит сегодня в Тольятти против Лады. Муай-тай часто именуют тайским боксом, но это единоборство давно вышло за пределы облюбованной россиянами страны-курорта. Жестокости в нем с давних времен поубавилось, но бойцы до сих пор становятся поистине универсальными солдатами. А секрет воспитания лучших из них знают в Тюмени. Бегаим Кокчикеева привезла из Белгорода пояс чемпионки Европы среди профессионалов. Бегаим с киргизского переводится как «принцесса». 19-летняя студентка Тюменского индустриального университета пришла в Муай-тай, увидев с семьей фильма девушки в мире смешанных единоборств. Сеанс вдохновения довел Беку, так сокращенно звучит ее имя, до сборной Кыргызстана, а после случился переезд в Тюмень. Потому что боевитая девушка всегда мечтала стать геологом. Я занималась 12 лет танцами народными. Нет, как-то больше не тянет. Все-таки тянет в единоборстве. Это просто для начала было как для самообороны. Думаю, каждая девушка должна уметь поставить за себя. А потом мне предложили один раз выйти на соревнования, это было непередаваемо. И с тех пор иду вот в этом направлении. У каждой принцессы должна быть корона. В случае Кокчикеева эту функцию выполняет красивый чемпионский пояс. К первому в своей карьере профессиональному бою она готовила все лето. Сначала восприняв слова тренера Сергея Бабаяна о предстоящей схватке как шутку, в Белгороде за европейский трофей с ней билась египтянка Мохаммад Менаталла по прозвищу Клеопатра. Я приехала в Белгород, я выключила абсолютно все соцсети, чтобы они не мешали при подготовке. Это весогонка постоянная, это постоянно две тренировки в день, сон, режим, никакого интернета и так далее. Ничего не выкладываешь, потому что нет сил просто. И мне показывают подруги, которые тоже занимаются со мной, которые были со мной в Белгороде, то, что вот с тобой боксирует Клеопатра. Я думаю, клево. На каждую Клеопатру найдется сибирская рысь. Это никнейм Тюменской Бекки. Она разобрала египтянку на молекулы очень серьезно, подойдя к вопросу подготовки к бою. Потому что кроме технического арсенала, профессионалам у Айтая отличает характер и психологическая готовность. Очень большое значение имеет характер. То есть, если я вижу в ребенке, во взрослом, ну не важно, в подростке, в юноше или в девушке есть характер и есть желание достигать каких-то целей, тогда я буду вкладывать туда и свои силы, и умения, и научу. Ну, как правило, из десяти трое, может быть, те, которые чего-то там добьются. Пожалуй, люди, которыми я вдохновляюсь, это мои родители и мой тренер, который меня всегда наставляет. Анастасия Романова, она просто мой кумир, честно. Она такая молодец, столько всех пригод, я всегда стремлюсь быть похожей на нее. Потому что она меня в свое время, я пришла, она меня била. Она, ну то есть, мы боксировали, стояли вместе, я очень сильно всегда от нее получала, я набиралась опыта. Россияне, не говоря уже о родоначальниках из Таиланда, уже давненько заказывают музыку на мировой арене Муай-Тай. Аккомпанируют им страны постсоветского пространства, французы да болгары. Через тренерскую школу Сергея Бабаяна прошло знатное число чемпионов всех возможных уровней. Недавно его сын Дмитрий привез золото первенства Европы, а спарринг-партнер Бегаим тренер Анастасия Романова, пришедшая в этот спорт в 23 года, может похвастать тремя золотыми наградами чемпионатов мира среди любителей и полупрофессионалов. Работали мы с ней как спарринг-партнеры, то есть мы с ней отрабатывали, упорно, начиная, получается, с 18 по 19 год, готовились к чемпионату мира. Конечно, характер, он закаляется, но если ты изначально чухяк, так скажем, то быстро ты в такой свой стейдж не закалишь. Боль не чувствуешь на ринге, потому что там адреналин, ничего не чувствуешь, вообще ничего не болит, все так на адреналине. Не знаю, как у остальных, но я выхожу с ринга, я не помню ничего, абсолютно. Сейчас у нас в ноябре мы летим в Италию, у нас профессиональный бой там в Италии. В декабре у нас отбор на чемпионат мира, соответственно, в марте чемпионат мира, дальше Европа, ну и между любительскими соревнованиями у нас внутри федерации соревнований и, соответственно, профессиональные бои. Сергей Васильевич шутит, что Муай-Тай вовсе не смешанное единоборство без борьбы, это ММА Муай-Тай с борьбой. Упускать на ринг хотя бы на йоту неподготовленного бойца крайне чревато, поэтому тюменская чемпионка не боится ничего. Да и сама отмечает, какие изменения в ее жизни нес древний и напитанный духовностью Востока Муай-Тай. Был у меня такой момент, когда я чуть не развернулась, это было в том учебном году в мае, чуть не уехала, думаю, я устала от учебы, я устала от всего, это было сложно. Второй семестр был очень сложный у меня, и я думала, все, я уеду, я поеду домой, но что-то все-таки дал мне тайский бокс, воспитал во мне что-то, и осталось. Вот, собственно, результат. ГТО в Тюмени. Несмотря на возраст, а ему за 80, Леонид находится в постоянном движении. Желание испытать себя привело к комплексу ГТО. Золотой знак – это главное спортивное достижение, а вам слабо? Подтянись к движению, получи свой знак отличия. Уже на следующей неделе девушкам из волейбольной команды Тюмень-Тюмгу предстоит первый официальный турнир сезона. Предварительный этап Кубка России. Посмотреть на себя в боевых условиях незадолго до старта получилось, но все же с определенной оговоркой. Дело в том, что соперницами подопечных Натальи Васильченко выступили их же дублерши. Молодежная тюменская команда тоже готовится к сезону, где ей впервые за несколько лет предстоит сыграть в российском чемпионате против своих сверстниц. Собирали бы состав, пусть и не с нуля, но связи налаживают действительно по ходу дела. Но они все у нас на виду, все равно все наши тюменские. Мы примерно их способности маленечко видели и оценивали. Поэтому просто вместе они встретились первый раз и сыгрываются только самое начало. По итогам таких товарищеских матчей создать цельное представление об игре команды не так просто. В первую очередь для старших по рангу. Основа тюменок отнеслась к поединку пусть и не спустя рукава, но все равно с определенной долей расслабленности. И раз уж матч стал первой пробой пера и для тех, и для других, то на авансцену вышел элементарный класс и опыт. У кого его больше, ответ понятен. Пока очень тяжело определить рисунок игры команды, потому что это для нас первая такая встреча, первая обкатка команды, состава. Поэтому я думаю, что тренер решает задачи свои, просматривает игроков с упором на сезон, кого будет иметь в виду в составе в основном. На табло в таких встречах смотрят в последнюю очередь. Содержание игры – вот что самое важное для тренеров. Но от счета все равно никуда не деться. В сухом остатке получилась такая же сухая победа старших по рангу в трех сетах. 25-18, 25-16, 25-18. И это был совсем не тот случай, когда наставник основы остался довольна действием своей команды. В своей команде, как вы знаете, я всегда пристрастна. Вот поэтому, конечно, мне многое не понравилось. Мне не понравилось, что у этого состава, не допуская своих ошибок, мы могли выигрывать совершенно спокойно, с большей разницей в счете, чем сейчас. Но так как мы делали очень много своего брака, поэтому игра сложилась так. Зато молодая волейбольная тюменская поросль с собой вполне может быть довольна. На фоне соперника она не выглядела девочками для битья, играла задорно и впечатление оставила приятное. Я думаю, что мы сыграли достаточно хорошо и игра всем понравилась. Мы благодарим высшую лигу. Мы хотели просто достойно поиграть для себя, посмотреть всякие варианты игры и так далее. В Кубке России в Екатеринбурге основа Тюмени и Тюмгу стартует 17 сентября матчем против подмосковного Заречья Одинцова. Среди соперников еще две команды Суперлиги. Местная Уралочка НТМК и Челябинская Динамо Метар. Плюс флагман высшей лиги Айс Череповца и еще один коллектив из столицы Урала. Дублеры все той же легендарной Уралочки. Компания что надо. И это уже точно будет серьезная проверка. Конечно, по большому счету можно сказать, что игра первая этим составом. Первая полуофициальная. Конечно, хотеть чего-то многого нет. Но если мы не будем ставить высокие планки, мы не будем добиваться результата. Да, на Кубке придется непросто, потому что будут команды Суперлиги. Намного выше классом, чем мы. И придется побороться. Да, будет сложно и психологически, но это проверка команды перед стартом чемпионата. Сложнейшее испытание скоро предстоит и молодежке. Резервистки Натальи Чумаковой в конце сентября сыграют в Красноярске. Там состоится Кубок Молодежной Лиги. Тюменки – дебютантки турнира. Именно с баталии на берегу Енисеев им можно будет писать новую книгу о жизни этой команды. Уводный наш турнир самый первый. Пробный, да. Обкатка. Результат пока от команды не требуешь. На результат хочу хорошей игры пока, да. Ну а результат мы всегда выходим играть на результат. Поэтому там уже получится сделать результат отлично. Нет, значит будем работать над ошибками. Какой вид спорта приходит на ум при упоминании слова борьба? Дзюдо, греко-римская, вольная. Но для настоящего татарина главной ассоциацией будет Карэш. Что это такое, чем прославились атлеты нашего города, мы узнали, побывав на всероссийских соревнованиях по этой дисциплине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Кареш – традиционная татарская борьба на поясах. Ни один сабантуй не обходится без соревнований по этой национальной забаве. В Тюмени из статуса любительского вида спорта в профессиональный ее вывел Абдулхак Минебаев. Хотя трудностей на пути к этой цели хватало. Это все начиналось в сабантуях. Когда в первое время мы пришли, каждый знает правила свои, каждый знает, все мастера, все боролись. Здесь приходилось ругаться, спорить, доказывать. Потом вот так каждый год, даже бывало иногда, брали охранника в милиции, чтобы они не подпускали никого. А то одни так боролись, другие так боролись. Здесь приходилось выживать, доказывать, что именно вот так нужно, вот так требуется. Однако даже сейчас, когда есть четко очерченный свод правил, споры никуда не делись. Достигают своего пика они, как и полагается, ближе к медальным схваткам. Так боец из Челябинской области Руслан Агишев долгое время не соглашался с техническим поражением в четвертьфинале. Но переубедить судей так и не смог. Он же меня ногой подбивает. Какая разница, Руслан? В смысле? Если он падает, то это значит, что ноги пересекли. Он посчитал, что он не зацеплял ногу. Фактически он не зацеплял ногу. Получилось так, что нога просто перекрестилась ногой соперника. И получилось, что он не хотел, но получилось, что он ногу подсек все равно своим движением. Вот и все. Но он это не делал специально. Но это наказание? Ну, получилось так, что да. Что это оценили судьи как подножка. Подножка запрещена в Кореш из-за этого. У него было третье предупреждение, он проиграл. Соперник челябинца Амир Зарипов Кореш пришел в зрелом возрасте. В свою победу поверил не сразу, ведь оппонент был заметно мощнее. Но везет тому, кто везет. Плюс помогло умение сохранять холодную голову даже в моменты, когда поражение наступает на пятки. Здесь как бы борьба такая, что нельзя делать подножки, зацепы. Здесь оторвал, бросил. Ну, как бы я другими видами спорта не занимался. Как бы не могу сказать, я такой занимался, чисто куреш. Ну, это не то, занимался как чуть-чуть еще пока. Главное держать за пояс. Да, держать за пояс, не распускать и не делать ошибок. Среди местных воспитанников уже есть призеры не только чемпионатов России, но и Европы. А Егор Егаян в 2018-м произвел настоящий фурор на мировом первенстве, выиграв золотую медаль. Как-то узнали про эти соревнования в Казани и решили попробовать. Он нас повез туда в первые годы. Ну, такие неплохие результаты были. А потом с каждым годом все выше и выше. И начали чемпионаты России выигрывать. И вот на чемпионат мира в 2018 году съездил. Вот и все. И победили? Да, выиграл. Сенсация была? Ну да, не ждали сборной Татарстана, что вообще кто-то из тюменцев может выиграть чемпионат России и еще и выиграть чемпионат мира. Сюркет для них был. В татарской центре мы начали работать, как вот эту секцию открыли. Ну, там был маленький зал, залчик. И в этом зале мы начинали. Энтузиастно. Да. Ребята, вот чемпион мира, Игоян, там занимался, в татарском центре. Вот в этом маленьком зальчике. Татарский центр назвался татарский. Но один татариня был, а остальные армяне были все. Любая случайность неизбежна, иначе бы она не произошла. Эту аксиому трудолюбиво доказывает Максим Морозов, который вроде и не стремился попасть в незнакомую дисциплину, но привезенная домой с чемпионата мира бронзовая награда, однозначно намекает, что случайности не случайны. Занимаюсь спортом, четвертый год. Пришел случайно, там, с Абантой. Друзья позвали, говорит, хочешь попробовать? Вот все еще пробую. И Морозов, и Игоян добились уверенных побед в своих весовых категориях. Сами соревнования носили статус всероссийских и были посвящены памяти героев России, тюменцам Роушану Абдулину и Тимуру Мухуддинову. Всего хозяева взяли шесть первых мест из семи возможных, победив с огромным запасом и в командном зачете. ГТО в Тюмени Будь ГТО! ГТО – это модно! ГТО – это круто! ГТО – это стиль жизни! ГТО – это твой шанс! Будь в тренде! Будь с нами! Подтянись к движению! Докажи, что ты можешь! Гордись собой! Наставь свой личный рекорд! Мы с ГТО – мы в движении! А ты! Подтянись к движению! Получи свой знак отличия! Это был последний сюжет на сегодня, но не забывайте о нашем сайте asenta.ru Там вы всегда сможете найти еще больше свежих новостей спорта. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова